И снова здравствуйте! Добрый день! Я в гостях у Александра Владимировича Вот когда ты занимаешься творчеством или дизайном у нас получается использование ручного инструмента. Сегодня у нас про рубанки, да, Александр Владимирович? Да. Вот он, сундуки там, да все что угодно из дерева. Там вот табуретки уже обзор снимали. Везде нужны рубанки. Без рубанков никуда. Разные. Александр Ильич, ну тебе слово. Спасибо. Итак, про рубанки. Ну, есть, мы знаем, ручные рубанки, есть электрорубанки. Сначала поговорим про ручные. Они тоже бывают разные, разных конструкций. В наличии есть некоторые, которые кто-то отдал, кто-то подарил, кто-то купил, купил, и так далее, да. Маленький рубаночек, ручной, очень компактный, корпус металлический, с небольшим вылитом ножа. Удобен для мелких работ снять какую-то фасочку, какой-то снять маленькую плоскость. Ну, в общем, для тонких... То есть, вещь просто очень-очень такая вот... Для тонких работ. Да. Я потому что, вот с этими рубанками, ребят, вот это кто был в СССР... Это оттуда. Это вот оттуда. Вот это вот действительно очень хороший рубанок. То есть, вот он легкий, компактный. У Александра его еще покрасил в зеленый цвет, чтобы легче было на столе. Еще какой момент. У нас, видите, ткань положена. То есть, все рубанки, когда на рабочем столе у вас, они должны находиться боком, чтобы не повредить режущую кромку. Ладно, поехали дальше. Рубанок номер два. Это какой-то космический рубанок. Куча всяких. Институт по-любому надо закончить. Металлический корпус. То есть, он создан для более массивных каких-то изделий, досок, брусков, которые также необходимо обработать. Это знаешь для кого? Вы неправильно стружку стругаете. Надо вот так вот стругать. Вот это вообще рубанок, зачет. Хорошая вещь. Но его надо тоже к нему приспосабливаться. Он достаточно массивный, тяжелый. Но есть одно но. Кстати, мы об этом не сказали. Материал, с которым мы работаем, он может быть разным. То есть, здесь новый чистый покупной материал. Здесь все хорошо, нет проблем. Видим что? Видим отверстие. То есть, был гвоздь, его удалили. Но есть опасность повредить инструменты. Повредить ножи. Восстанавливать лезвие очень сложно. То есть, вот еще один, допустим, брусок, в котором мы видим, что кто-то из чувства экономии или там какой-то винтажности берет старую древесину, в которой торчат гвозди, разные гвозди. Может попасться гвоздь вот такого размера. Как мы видим, да? Вот такая шутка. Поэтому с гвоздями и с инструментом надо быть очень аккуратным. То есть, надо смотреть, когда вы строгаете, чтобы у вас в метрическом ничего не попадало. Бывает, что с него сучки попадают. Тоже летит, как с добрым утром. Тоже, да. Что спасает очки? Одеваем. Да, технику безопасности знаем. И поддерживаем. А вот это вот у нас настоящий. Хороший. Это, наверное, какой-нибудь фуганок. Это для серьезных мужчин. Почти угадал. Это для серьезных мужчин. Фуганок с приставкой полуфуганок. То есть, настоящий фуганок еще длиннее. Небольшой вес. Цельнодеревянная конструкция, если правильно мы выражаем. Да. Тут он еще склеен из разных сортов дерева, чтобы древесину не вело. То есть, это, можно сказать, профессиональный инструмент уже. То есть, это тут букс, сосна, береза, скорее всего. Так что, устанавливается что у нас? Ножи с помощью клина фиксируются. Чем бьем? Молотком. Нет. Нет? Нет. Молодец. Ребята, когда вы устанавливаете ножи, здесь нужно использовать деревянную киянку, желательно из бука. Если у вас нету киянки из бука, понятно, что можно молотком. Да. Сюда ставится деревянная подкладка и через нее все забивается, чтобы не портить инструмент. То есть, никто вот так вот молотком нет. Никто так не делает. И загубить инструмент, то есть, вот это вообще. И все, наступил у нас 21-й век, век космических технологий. Раньше, на самом деле, все вручную строгал. Вручную, да, значит, то есть он мучился вообще. Убираем. Да, убираем. И потом у нас появилась вот такая. Возможность. Электрорубана. То есть, сейчас даже вот он пользуется Макитой 1911b. Все замечательно, все хорошо, настройки, все нормально. Но есть небольшое, но маленькое но. Вот у вас в комплекте, я не знаю, есть нет. В штатном. В штатном. В штатном. То есть, взять тот же брус, можно пройти за один проход. За один проход. Это очень долго. Да, вот когда ты что-то там делаешь, то есть быстро. Высоко оборотистый. Плюс есть регулировка подъема или опускания столешницы. Вот это и так. Что позволяет в высоте ножей, по-моему, до трех миллиметров, да, выходить? Да, да. Мы стараемся бережно относиться к инструменту. Мы лучше два раза пройдем. В штатном. Единственный минус это вот с ножами. То есть, там устанавливается все легко. С приспособлением. То есть, там на YouTube можете все посмотреть. Но самое главное, вот без этого, где маленький рубанок? Я уже, по-моему, куда-то убрал. Да вот он, вот он, вот он. Господи. Чуть не исчез. Чуть не... Я-то я хотел. Вот это действительно хорошая вещь. То есть, вот без этого ручного инструмента, вот, когда что-то делать, без него никуда. То есть, вот где-то нужно что-то подточить. Где-то что-то нужно подправить. Потому что это больше для каких-то больших, таких промышленных объемов. Да, для больших объемов, да. Бесспорно. Когда нужно где-то подобраться, в каком-то плотном, как сказать правильно. Да, в пространстве ограниченном, да. Вот незаменимая вещь. Вы можете добиться... Мы обзор вот по сундукам делали. То есть, там все видно. Там видно уже конечный результат. А вот как это все делать, мы это не показываем. Потому что это, может быть, зря, наверное, не показываем. Люди понимали, насколько это кропотливая работа. То есть, а так вот... Я говорю, вот это вот вообще супер. Цените инструмент. Да, цените инструмент. Бережно к нему относитесь, потому что он пригодится вам в любом случае. Ну, это, как правило, творческие люди. Либо кто-то по профессии целенаправленно связаны. Сейчас, ну, у нас мы все-таки к электричеству больше стараемся. То есть, это быстрее все. То есть, ну, если представьте, у вас деревьев нет электричества, что вы будете делать? Или вы просто выключили? Да. Сейчас оно дорогое. Сейчас нам еще подымать за электричество. А время идет. Да. Лето выходит. Нужно экономить. То мы все-таки сейчас будем переходить вот к этому. Ну, все. Ребята, вот такой градический обзорчик про инструменты. Экономим электричество на сегодняшний день. Переходим к современному инструменту. Всем всего доброго. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok